Мы попросили своих корреспондентов в трёх городах, в Омске, Ташкенте и Москве просто пройти в те места, где наиболее оживлённое сборище людей. И вы знаете, картина оказалась просто на удивление похожей. Вот посмотрите, пожалуйста, сейчас будут эти сюжеты. Вот какую справку дали нам в Главном управлении торговли при Ташкентском горосполкоме. Если в среднем за обычный день в Ташкенте товарооборот составляет чуть более 7 миллионов рублей, то в последний день квартала на сей раз эта сумма составила 13 с лишним миллионов. Почти в два раза больше. Создаётся впечатление, что будто кто-то специально держит товар, чтобы в конце месяца квартала создать ажиотаж. И вот такие очереди. Оф, фотографируйте. Вы последняя? Да. Вы последняя. Я, я последняя. Ещё пока мы без номера. А вы ещё с номером? Ну, номер. А какой у вас, а? 3 тысячи триста... 3 тысячи триста пятьдесят? Да. О, Господи. Скажите, а вот когда такая запись, больше порядку в очереди? Ну, конечно, идём, идём, сам обедать, чаю немножко. А если так номера не будет, тебе никто не пустит потом. Ведь можно самому номер нарисовать? Ну, как-то самому. А мы ещё друг друга знаем в лицо. Мы здесь жили, и когда стоишь целый день, уже почти с родными становимся. Знаем, кто за кем. И сочувствуем. Все помогаем, говорим, где что есть. А все ходим по Москве, и все разутые. Вот, например, согласен, в лаптях бы уже ходить, только бы теперь не в очереди стоять. Сейчас сезон подходит, и нет, чтобы быть на улице. Это невозможно прям. И за импортом стоите, да? Да. А почему в начале месяца, в середине не продают импорт? Не знаю, сказать это, в начале месяца, чего не продают. А вы как думаете? Ну, я не знаю, почему не продают. Мне просто кажется, что советская обувь потеряла немножко уважения к себе, наверное. Немножко? Ну, можно сказать, что много, да. И что сейчас больше, конечно, к импорту. Почему вот в конце месяца именно, ну, вот мы поехали сейчас в одном, в другом магазине, такие большие очереди. Почему вот именно сейчас вот? Ну, потому что все привыкли. В конце месяца обычно больше товаров выбрасывают. А почему в конце месяца больше? Я не знаю. Ну, а как вы думаете? А потому что в начале месяца то материала не хватает у них, там, у нас на всех фабриках. А в конце месяца все план подгоняют. Товара выпускают, наверное, больше. Я думаю, так. И поэтому больше поступают в магазин. А как вы думаете, сколько может стоить очередь? 10 рублей мне приходилось такое слыхать. Правда, 10? Да, 10 рублей, да. Человек стоит, он живет на это. Занимает очередь, а потом продает ее. Скажите, а часто вам так приходится в очередях стоять? Ну, знаете, мы приехали, так что здесь первый раз я. А думаю, вы не можете купить его? Конечно. В Омске у нас нету. Нет в Омск? Нету. Вообще не бывает цепок? Бывает, но такая большая очередь, так что там на работе некогда стоять. Почему торговля именно в последний день продает? Ну, этого я не могу. Этого не знаю. Мало все. Да, всего, видимо, мало, наверное. Так, в общем-то, я не видела никогда, чтобы можно было подойти и купить в начале месяца. Целый день с утра, и уже время сколько. И не купили то, что нужно. А вы сейчас работали или на работа идет? На работу еще нужно. Но уже и привыкли вроде бы как. Ну, еще привыкли. Все немало, народ, все фотографируете-то. Вы фотографируете, когда по 900 человек есть. Это кого-то? Это просто уже так себе. Это месяц такой неудачный. Ну, ну, смотрите, вот обед кончился. А видите, какая? Ускорение какое, да? Сначала. А какой сейчас у вас номер? Или здесь без номера? 265. Я буду стоять. Будете? Конечно, буду стоять. Вам это удовольствие достать? Как это удовольствие? Мне надо, я стою. Очередь всегда будет. Всегда? Конечно, будет всегда. Вы знаете, давайте мы пригласим, чтобы в нашу передачу людей, которые, ну, не только легкая промышленность или торговля, не только ведь они виноваты. Мы все, наверное, виноваты в том, что возникает вот такая ситуация. Еще я хотел бы добавить одно замечание. Вы посмотрите, какая ситуация складывается, что швейники, например, не ходят, женщины, которые работают на швейных предприятиях, не ходят в тех платьях, которые выпускают, а бувщики не носят ту обувь, которую они выпускают. Это парадокс. Главное, что эта проблема впрямую касается молодежи. Это проблема для нашей программы, молодежной редакции. Я еще в прошлой передаче говорил о том, что всего 4% модных товаров из общего объема товаров, выпускаемых для народа, для нас, для всех, всего 4% приходится на особо модные товары. А молодежь, естественно, хочет модно одеваться, как никакая категория, как никакая другая категория людей. И поэтому это тоже очень острая проблема. Шмолточка. Шмолточка. Какая шмолточка? Здесь же. А где? Чего хочешь? Платьице. Какое? Тебе у тебя не важнее. Да что ты боишься? Уже говори, сколько и какое. Посмотрим. Ну так не видно ничего. Какой размер? Твой размер нормальный. 48-46. 48 большой будет. Ну 46-й вот есть. Почем? Полтинчик. Давай дешевле. Торгуется только на рынке. Давай сюда. Может, вступишь? Покойно, спокойно, спокойно. Да что трясешься? Давай. Так и деньги загребает. И трус. А потому что не на рынке. Да ладно. Это не свети, не свети. Такие бабки не стыдно, да, брать? Не свети. На. Все, полтинничек, нормально все. Покеда. Добрый день. С инспекцией попросил. Вы извините, пожалуйста, за срыв звука. Ну, собственно, то, что я хотел сказать, это одна очень простая мысль. Что и мы привыкли к очередям, и торговля привыкла к очередям. А вот уже после посмотра этого сюжета возникают три основных вопроса, которые вот я так для себя набросал. Во-первых, значит, почему создаются эти очереди? То есть, почему дефицит выбрасывается в конце месяца? Кто хочет, чтобы этот дефицит был в конце месяца, чтобы именно в конце месяца были очереди? Ну, и, конечно, последний вопрос. Кто эти люди, и почему их забрало... То есть, не просто...